Это программа «День с толком» в студии Андрей Дриер. Смотрите в этом выпуске. Старшеклассники избивают, батуты калечат. От чего и как правильно защищать детей? Мнение экспертов. Птица мира или крыса с крыльями? Чем голуби так мешают горожанам? В Барнауле открыли летний беговой сезон, как прошла встреча лучших наездников края. В Алтайском крае объявлен шторм прогноз из-за аномальной жары. В течение ближайших дней, в светлое время суток, температура в регионе будет превышать 30 градусов. Вот и лето пришло. А если этого мало, в региональном МЧС сообщают о высокой угрозе распространения крупных лесных пожаров, засухи и аварий на объектах ЖКХ. Спасатели просят соблюдать меры безопасности, не разводить костры и аккуратно обращаться с огнем. Особое внимание стоит уделить своему здоровью. В первую очередь это касается пожилых людей и граждан. Сердечно-сосудистыми заболеваниями. Желательно сократить время пребывания на солнце, выбирать одежду светлых оттенков и обязательно носить головной убор. Медики рекомендуют пить больше воды и пользоваться солнцезащитными кремами. В первый день лета отмечают главный детский праздник – День защиты детей. В городе проходит масса мероприятий, где есть место улыбкам и детскому смеху. И об этом мы сегодня расскажем. Но начнем с информации следователей. Они назвали предварительную причину смерти школьницы из Рубцовска в апреле этого года. Так, по данным правоохранителей, трагедия произошла из-за асфиксии. Предположительно, девочка подавилась пищей. Добавим резонансным – это ЧП стало сразу после публикации в соцсетях. Там знакомые ситуации люди писали, что в день смерти девочку и ее маму вызвали на разговор к завучу из-за ролика в ТикТоке. И якобы после этого у ребенка резко ухудшилось состояние, вплоть до инсульта. Все это время следователи ждут результата дополнительных экспертиз, чтобы поставить точку в этой истории. Следователи рассказали и о движении по другим резонансным делам, в которых были затронуты интересы здоровья или жизни несовершеннолетних. На фоне последних событий и разговор о проблемах в канун главного детского праздника в стране не кажется странным. На нем побывала и моя коллега Анастасия Дороган. Настя, привет. Но много ли все-таки дел заслуживает внимания правоохранителей? Андрей, привет. К сожалению, таких случаев немало, но в рамках беседы говорили лишь о самых громких. И начали из батутов. Владелец того самого аттракциона задержан, она предпринимателя обвиняет в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло причинение вреда здоровью. Жертвами взлетевшего 30 мая батута стали две девочки. Трех и четырех лет. Они в больнице с тяжелыми травмами. Следователи проводят экспертизу о состоянии аттракциона, запрашивают данные о порывах ветра в тот день. В отношении контролирующих органов возбуждено дело по статье «Халатность». Проверяют действия Ростехнадзора. Этот вид развлечений должны курировать их специалисты. Следователи давно обращали внимание на проблемы вокруг такого бизнеса. Чтобы люди, которые запускают детей, проходили определенное обучение, имели представление об использовании хотя бы этих батутов. Действиям контролера тоже дадут правовую оценку. Еще одна свежая история – издевательство девочек-подростков над школьницей. Самая старшая под стражей. Она рассказывает про раскаяние. Хотя бы признает? Ну, признает, да. Она не отрицает? Она абсолютно спокойна. Если в целом семьи брать, фигурантов всех, кто проходит, среднестатистически рабочие служащие, то есть там нету, вот писали там в погонах кто-то там без погон. Рабочие там медсестры, сварщики, ну, как бы общие такие. Причем семьи на учете не состояли. Эффективно ли сработали органы профилактики в этом плане, тоже разберутся следователи. К счастью, не все дела затрагивали жизнь и здоровье. Актуален и квартир, на вопрос уже выросших детей-сирот, из-за чего за ситуацией следят следком из страны. В Алтайском Соске рассказали, что предоставлять квартиры старались только в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Рынок жилья живой, но его мощности не хватает. А расширить варианты за счет вторичек вряд ли возможно. Чтобы продать владельцу квартиры, квартиру, муниципалитетную, РЖУ, нужно пойти зарегистрироваться на электронной площадке, РТС, тендер, получить цифровую подпись. Я не думаю, что из нас кто-то побежит это делать. Проще же Авито выставить и продать. Плюс квадратные метры сложно тоже подобрать. Бывают такие моменты. Плюс вот эта неэффективность, которая, ну, можно было выехать в районы края. Сдвинуть с мертвой точки положение сирот должны сертификаты на жилье. И в этом следователи видят свою заслугу. И это были главные темы. О многих обстоятельно поговорить просто не успели. Например, о проблеме бродячих собак и нападениях на детей. О цифровой безопасности, когда преступления совершают через интернет. А ведь там целый список вариантов. От наркотиков до половой неприкосновенности. Кажется, что за последние годы число преступлений в отношении несовершеннолетних выросло. Однако, если не брать несчастные, то есть непредсказуемые случаи, психологи говорят, просто с интернетом мы стали видеть эти ситуации. Так исследователи еще 10-15 лет назад ждали волну конфликтов. Чем дальше, тем больше сложностей в коммуникациях, так как общего почти нет. Каждый учит своего ребенка так, как он хочет. Если раньше дети учились в песочнице взаимодействовать друг с другом, решать какие-то мелкие проблемы, то сегодня этого взаимодействия все меньше и меньше. И поэтому опыта решения конфликтов, преодоления этих конфликтов у них тоже меньше. Поэтому мы стараемся наверстать это, будучи взрослыми, изучая soft skills. Но увлекаются этим не все. Психологи советуют родителям не только учиться детей защищаться, но и прояснять ситуацию. И касательно ситуации в жизни, и информации в сети. В общем, 1 июня стоит вспомнить, что защита детей – это уже не только о физической безопасности. Хотя стоит проверять, на какой аттракцион вы идете, или чем занимается ваш ребенок после школы. Современным родителям нужно говорить с ребенком и быть ему другом. И это может стать одной из лучших профилактик. В День защиты детей многие родители устроили своим малышам праздник. Сделать это несложно. В городе работали и все еще работают самые разные развлекательные площадки. На празднике для детей в лесной сказке сибирская медиагруппа выступала информационным партнером. Там-то мы и побывали. Ко дню защиты детей для самых маленьких барнаульцев в лесной сказке устроили праздничное шоу с конкурсами, играми, песнями и танцами. И ведь погода как помогла. Хороший, замечательный летний день. Поздравляю всех детей с этим хорошим праздником. Всем хорошего настроения. Мы хотели, чтобы родители порассуждали как раз о безопасности детей и о воспитании. Но атмосфера совсем не располагала. Мне кажется, нужно просто радовать детей в этот день. Не размышлять по этому поводу, без серьезных разговоров, просто радовать, приносить им веселье. В парке веселились сотни семей с детьми. Даже фотозона от спонсора компании «Алейск зернопродукт» имени Старовойтова была еще одним развлечением для деток. Организовано хорошо, нормально, погода хорошая. Комарок, самое главное. Так что ребятишек не покусали, а наоборот наградили. По итогам конкурса малыши получили подарки. Скажи «До свидания». Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Более 70 предпринимателей из семи районов края приняли участие в ярмарке «Алтайский край. Территория детства». Мероприятие проходит в онлайн формате и в первый же день организаторы разыграли десятки подарков. Подробнее расскажет Артем Гусельников. Уже вторая ярмарка детских товаров и услуг прошла в онлайн формате. Благодаря ей предприниматели получают возможность рассказать о себе новым клиентам, а родители – приобрести их услуги со скидками до 70%. Таким необычным способом организаторы поддерживают местный малый и средний бизнес. При организации данного мероприятия мы задействуем, конечно же, большую команду профессиональных специалистов. И отрадно отметить, что идейными вдохновителями этого мероприятия и непосредственными реализаторами, исполнителями являются социальные предприниматели. И таких предпринимателей в этот раз оказалось более 70. Они работают в разных сферах – от дошкольного образования до производства одежды. Но объединяет их любовь к детям. Именно поэтому платформа и помогает найти им новых клиентов. Участником мог стать каждый местный предприниматель из социальной сферы. Достаточно было лишь заполнить заявку на участие. И хотя день онлайн-трансляции уже завершился, сама ярмарка «Алтайский край. Территория детства» будет работать до 3 июня. А предпринимателям организаторы предлагают принять участие в новой акции. Помочь детям из малообеспеченных семей попасть в интерактивный музей Белокурихи. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. И вот такая любопытная информация в детский праздник. Осужденные Барнаульской колонии озвучили детскую книгу «Тимошкины сказки». К слову, написали ее тоже двое осужденных только в прошлом году. А сегодня, благодаря акции УФСИН, дети смогут услышать голоса своих родителей с помощью аудиокниги. И жили бы беззаботно ребятки, веселились, играли бы в прятки, если бы из соседнего дома за зиму не подменили Антона. Олег Мейнер уверен, что сын будет очень рад возможности вновь послушать голос отца, который всегда читал ему сказки на ночь. Ему, я думаю, сейчас очень не хватает. Таким образом, я буду к нему хоть малость поближе. Как признаются сами организаторы такого рода акции, отличный способ лишний раз напомнить семьям осужденных, что о них помнят, а время и расстояние не мешают проявлять любовь и заботу. Самое главное, что это дает возможность не потерять ту связь, которую родители и дети, они в какой-то мере потеряли между собой. И где-то, может быть, восстановить эти отношения, где-то укрепить, если они есть на сегодняшний момент, если они не потеряны. И я думаю, что это будет способствовать очень хорошей ресоциализации людей, которые отбывают наказание. А теперь продолжение старой истории. Марина Гребнева, доктор филологических наук, преподаватель классического вуза, еще в прошлом году обратилась к журналистам. Ее частный дом и огород нужны крупному застройщику, чтобы полноценно возвести многоэтажку. Он использовал много способов повлиять на женщину. На год все затихло, и вот теперь крупная компания вновь перешла к активным действиям. Как утверждает Марина Павловна, решение суда при этом никого не интересовало. Марина Гребнева, доктор филологических наук и преподаватель классического вуза. Больше года назад к ней пришел застройщик, который возводит многоэтажку за ее забором и предложил выкупить дом. Марина Павловна отказалась, говорит, сумма не важна, ей дороги дом и память. В ответ застройщик пообещал сделать ее жизнь некомфортной всеми законными способами. А сейчас снес баню и хозпостройку. В ознаменовании годовщины судебных разбирательств, собственно, появляются здесь люди, которые говорят о том, что они будут разбирать. То есть они по факту разобрали забор, и дальше, когда я ушла на работу, они снесли баню и все постройки, которые находились. И дальше они сказали, что они будут сносить все, в том числе и дом. Суд не разрешил пересматривать старые правила пользования, на которые согласился Комяков, когда приобретал долю в доме. По словам Марины Гребневой, это значит, что сносить постройки он права не имел. Сам застройщик уверяет в обратном. Марина Гребнева беспокоится, что застройщик, как и обещал, физически отпилит половину дома, которая принадлежит ему. Мы попросили прокомментировать это независимого эксперта. Юрист Юрий Котло объяснил, что снести даже свою половину дома у бизнесмена вряд ли получится. Здесь это едва ли возможно, потому что дом многоквартирный, имеет общую территорию, имеет общий, скорее всего, фундамент. И стена между ними, переграждающая, скорее всего, не является несущей, просто является перегородкой. Это те основания, одни из тех оснований, которые позволяют признать дом многоквартирным. Чтобы как-либо изменять многоквартирный дом, проводить его реконструкцию, капитальный ремонт и так далее, нужно согласие всех собственников. Ведь крыша, коммуникации и фундамент – это общее имущество. Принимать решение об их судьбе самостоятельно один собственник не имеет права. Если половину дома без разрешения Марины Павловны снесут, она сможет подать в суд не просто на возмещение ущерба, но на обязание восстановить первоначальный вид и сразу же пойти в полицию. Андрей Дреер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. И к следующей теме. За несколько дней мы приняли десятки сообщений в нашем инстаграм-аккаунте. Люди жалуются на антисанитарию в подъездах, детских площадках. Виной всему голубиный помет. Какой еще вред несут в себе голуби или все-таки зря многие наговаривают на птицу мира, расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Они давно распространились по всему миру и, кажется, уже есть абсолютно везде, где есть человек. Особенно, если он их прикармливает. Наверное, вы догадались, что речь идет о голубях. Можно к ним по-разному относиться. Кто-то даже называет их летающими крысами. Действительно ли это прозвище оправдано, попытаемся сегодня узнать. Лидия Константиновна живет недалеко от памятника Цою. Как мы видим, голуби тоже. Женщина не сторонник при кормке птиц, особенно на балконах. Говорит, ладно, подкармливают, а хотя бы делали это правильно. Ведь в дикой природе голуби никто не будет печь хлебушек. Кормят и кашей, и хлебом. А они от этого болеют. А больные голуби, они же передают заразу детям. А родители зачастую, молодые мамаши, они же ведь не думают нисколько. А эти птички переносят заболевания очень серьезные. Голуби потенциальные переносчики нескольких десятков инфекционных заболеваний, из которых около десяти представляют опасность для человека. Это вдыхаемый воздух. Если вы обратите внимание, у нас здесь весь асфальт, он усеян остатками продуктов железы с голубей. То есть мы этим дышим. А теперь давайте посмотрим наверх, где они живут. А живут они на крышке и чердаках. А вот там находятся системы, которые снабжают воздухом ваши квартиры. Делайте выводы. Среди таких болезней орнитоз. Иногда он протекает, как тяжелая форма пневмонии. На днях от него умерла жительница Томска. Правда, орнитозом ее заразила кубинская чайка, которую женщина решила выходить. Кстати, подхватить инфекцию можно даже не прикасаясь к птицам. Например, каждый голубь производит примерно 12 килограммов помета в год. Все это поднимается в воздух. Биолог Александр Мацуров уничтожать пернатых не призывает. А вот бороться с их численностью, особенно в общественных местах, не так уж и сложно. Во-первых, это закрытие всех чердаков. Там днигизация. Навести порядок на крышах чердаках. Вот они сидят, видно. То есть их надо лишить места присады, чтобы они не сидели, не отдыхали. И лишить их места, где они размножаются. Это два. Ну и лишить корма три. Так-то у меня к голубям очень даже положительное отношение, потому что у нас в народе принято было к голубям относиться, ну как к душам умерших. То есть и вообще вот слово «голубка моя», «голубь мой сизый, ясный». Знать надо просто, где польза, а где вред. Будут ли как-то в городах бороться с численностью голубей, закрывать чердаки, запрещать людям кормить птиц? Все эти вопросы сложные и пока открытые, потому что голуби – это, наверное, как проблемы богатых людей, далеко не первостепенные. Мы должны дорасти до определенного уровня городской культуры. Но, думаю, уже сейчас каждый из нас уже может сделать какие-то выводы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Молодежных лидеров всей России в 13-й раз объединил форум «Алтай. Территория развития». В этом году он проходит в Алтайском районе. Буквально вчера состоялось открытие форума и начали работу образовательной площадки. Среди участников – начинающие журналисты, управленцы, добровольцы и даже бизнесмены. Анна Рашагирова продолжит тему. 79 регионов страны – это почти вся Россия. Больше 500 молодежных лидеров собрались в Алтайском крае, чтобы учиться, обмениваться опытом и просто знакомиться друг с другом. Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» объявляю открытым. Участники обучаются на 10 образовательных площадках, которые затрагивают социальные темы – волонтерство, межнациональное взаимодействие, развитие медиа. Другая часть отдала предпочтение вопросам управленчества. Так, самой многочисленной уже несколько лет становится площадка «Мой бизнес», которая объединила больше 200 человек – очно и онлайн. Все они – действующие предприниматели и начинающие бизнесмены. В этом году это темы, связанные с трансформацией бизнеса, к адаптации, к изменениям. И даже не только бизнеса, но и личности самой. Потому что ситуации стрессовые возникают. Та же пандемия породила много таких условий неопределенности. И мы на тему гармонизации, отношений бизнеса и человека будем разговаривать. Обучение здесь ведется по принципу «лидеры учат лидеров». Так, ведущие московские предприниматели и сотрудники Алтайского фонда МСП помогут молодежи оптимизировать бизнес-процессы, изучить трендовые направления и провести анализ своего дела. Никогда не буду больше планировать длинными дистанциями. Я иду теперь короткими спринтами. Такая площадка поможет мне найти какие-то точки опоры, с которых начать, дать старт, познакомиться с нужными людьми, которые уже посоветуют, какие шаги предпринимать, как разработать стратегию. Участие в форуме – это не только теоретические знания. Для молодого бизнесмена есть шанс получить реальную помощь от фондов поддержки предпринимателей в своих регионах. Новая дорога по Северному-Власихинскому проезду появится уже к начале осени. Так, сообщает мэрия, протяженность полотна более полутора километров, а ширина участков, примыхающих к улицам Попова и Ускова, составит более 10 метров. Возводят дорогу в рамках национального проекта. Еще полгода назад проехать к жилым многоэтажкам было практически невозможно. А сейчас на строительном участке готовится укладывать асфальт. Рабочие приступили к отсыпке щебня. На сегодняшний день в плане выполнения работ у нас выполнено именно по финансовой части – это порядка 50%. Если брать по отдельным видам работ, то есть по каждому этапу, то есть ливневая канализация у нас выполнена 100%, по конструкции дорожной одежды – ну, процентов 30%. Общая стоимость работ – 250 миллионов рублей. По обеим сторонам дороги обустроят тротуары, остановки и уличное освещение. Также в бюджет заложены средства на строительство парковок и озеленения. В Алтай-Дорстрою надеются, что таким образом получится снизить транспортную нагрузку на соседние улицы. Галопом ворвались в летний беговой сезон. В минувшие выходные на Барнаульском ипподроме встретились лучшие наездники Алтайского края. Участников поддерживали, в отличие от прошлого коронавирусного года, десятки болельщиков. Подробнее о захватывающих заездах расскажет Валентина Аскерова. Гермес – товарищ лампион. Жребцы разгоняются уже на старте, летят со скоростью 50 км в час, 2 минуты, 1 секунда и дистанцию в 1600 метров. Первым преодолевает пятилетний Стешин Сан. Наездник помимо кубка увозит и денежный приз – 40 тысяч рублей. Без награды не остается ни один победитель. «Разыграно несколько традиционных призов. Традиционные призы – это очень важное событие для жизни лошади племенной. Некоторые из них разыгрываются всего раз в жизни. Сегодня у нас тоже состоятся традиционные заезды. Наездники за победу в призах получат денежные призы. Сегодня будут разыграны призы до 50 тысяч рублей». Это первые полноценные бега за долгое время. В ковидный год соревнования проходили в усеченном формате, без зрителей. В этом сезоне горожане наконец дорвались до трибун. «Пришли поболеть и повидать всех, кого давно не видели. Кривое настроение, прям такое, о, бомба. Очень нравится, красиво, первый раз и потрясающе». Помимо традиционных заездов, для зрителей была организована целая развлекательная программа. Юные спортсмены Барнаульского ипподрома скакали на перегонки. «Резкая остановка». Бега на Барнаульском ипподроме будут проходить каждую субботу на протяжении всего лета. Посещать заезды может любой желающий. Обязательно условия маска и отличное настроение. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.